Уважаемые коллеги, добрый день. У нас в совещании принимает участие представители администрации президента, органы военного управления и, конечно, представители и руководители субъектов Российской Федерации. Тема совещания, надеюсь, всем понятна, ясна. Мы в прошлом году начали выполнение поручения президента об организации военно-патриотических центров по подготовке школьников, молодых людей. Возникло это все не просто так, возникло это все по давно-давно обсуждаемой, обговариваемой по разным направлениям теме, нужна ли начальная военная подготовка в школах или не нужна. Надо ли ее вводить как обязательный предмет в доузовских учебных заведениях или нет. Мы ушли от этих споров, ушли от этих разговоров и предложили, на наш взгляд, совершенно оправданный вариант, когда создаются центры военной подготовки, военно-патриотической подготовки. Центры, в которых на абсолютно добровольной, а если говорить точнее, то по собственному желанию, ребята могут пройти цикл военной подготовки в течение нескольких дней. По закону это может быть в течение одной недели. Собственно, что сегодня и происходит. Первый такой центр появился у нас, созданный Москвой и Московской областью, его пропускная способность или имеется возможность обучать там в течение года 36 тысяч человек. Уже первый опыт, потому что несколько помешала пандемия, чтобы провести более активную эту работу. Но уже первые наборы, которые прошли через центр, а там в смену 600 человек, показали то, что у нас крайне высокая востребованность таких центров, если не сказать запредельная. Потому что тут же у нас возникло требование от девочек, что почему только мальчики. На сайте центра «Авангард» у нас только по Московской области больше 10 тысяч заявок от девочек. И у нас сейчас идет, по-моему, на этой неделе завершается первая смена девочек. Я думаю, что, может быть, сегодня в процессе доклада и выступления мы покажем эти материалы. То же самое происходит по стране. В целом на сегодняшний день открыты 27 центров. Я не хочу тут акцентировать внимание на тех, кто еще не приступил к этой работе. Я думаю, что они приступят. И это либо от недостатка времени, либо средств. Но, тем не менее, у нас с вами есть поручение президента, для нас, верховного главнокомандующего нашей страны, о начале работы по созданию, открытии таких центров во всех городах с населением 100 тысяч и более. Таких городов у нас много по стране. Я думаю, дальше мы будем идти в городах и менее 100 тысяч. Потому что, еще раз могу сказать, это направление в подготовке ребят крайне-крайне оказалось востребованным. У нас идут школьники и школы на разные хитрости, чтобы попасть на еще одну смену, еще одну смену. И то, что касается летних центров, мы до этого опробовали подобную практику в создаваемых нами летних центрах юно-армейских. Таковых у нас в прошлом году было 1450 по стране. В этом году, я думаю, будет еще больше. Но это летнее, это каникулярный. А тут мы говорим о круглогодичном, когда это становится уже такой хорошей практикой. Ну вот, собственно, то, с чего хотел бы начать. И здесь, конечно, мы... Единственное, я хотел бы, чтобы мы не путали все вместе, у нас юно-армия и авангарды. Юно-армия, это юно-армия, хотя они, в общем, довольно часто пересекаются, потому что по большей части они проходят занятия на наших полигонах. Мы довольно активно занимаемся открытием и созданием юно-армейских центров, домов. Говоря по советской терминологии домов пионеров, ну, в данном случае домов, в нашем случае домов юно-армейцев. Также идет очень большая работа и в этой части, и мы ее тоже не упускаем из своего внимания. У нас уже больше 800 тысяч юно-армейцев по всей стране. Надеюсь, вы это видите. Это самое массовое движение, детско-юношеское движение на сегодняшний день в стране. Мы не намерены останавливаться, но сейчас уже в том числе и вращаем много внимания на подготовку, на качество. Чтобы это была не только форма и сборы там один раз в полгода на 9 мая или раз в год. А чтобы это была хорошая, основательная, регулярная работа. Но сегодня мы говорим о центрах «Авангард». Еще раз повторюсь, что 27 уже созданы, они приступили к работе. Ряд вот-вот начнут работать. В этом году мы планируем, что по нашим оценкам, а я надеюсь, что я ошибаюсь, откроется еще, по-моему, 36 таких центров. А хотелось бы, чтобы их было еще 136, а не 36. Но жизнь покажет. Я знаю, что у нас руководители субъектов люди деятельные, азартные, увлеченные. И тут я уверен, что нас на этом направлении ждет успех. Субтитры сделал DimaTorzok